Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Четвертый подряд губернатор Рязанской области ушел в отставку. На его место назначен Николай Любимов. Проценты за ипотеку и замороженное строительство жилых объектов. Как рязанским обманутым дольщикам выбраться из своего положения? День всех влюбленных не единственный праздник, который отмечается 14 февраля во всем мире. День компьютерщика, праздник дарения книг, день ютуба. Обо всем в этом выпуске. Глава Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий. По его словам, он подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина чуть более недели назад. В нашем регионе Ковалев отработал почти 9 лет. Причиной подачи заявления он назвал свой возраст и достижение поставленных президентом целей. Продолжит Алена Куколева. Сформирован эффективный управленческий механизм. Который способен качественно работать на благо жителей Рязанской области. Считаю, что я выполнил задачу, которую ставил передо мной президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Регион хороший, развивающийся. У него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Дать оценку деятельности теперь уже экс-губернатора Олега Ковалева. Это понять, какой вклад в развитие региона он внес. На этом девятилетнем пути были яркие победы и досадные промахи. И заслуг, к примеру, строительство северной окружной дороги, построенной по федеральной программе перинатальный центр, спортивные комплексы и объекты социальной инфраструктуры, а также строительство заводов. Форт, техно-николь, запуск завода Бервел. При прежнем любимом, так постепенно мы выходили из кризисной ситуации, при генерале Шпайке у нас были такие интересные всякие. Олег Иванович занимался стабильным поступательным развитием области. Спасибо ему огромное. Будем ожидать от молодого новых инициатив по развитию и привлечению инвестиций в наш регион. Так стабильнее. То, что что-то изменилось, я не знаю, по-моему, нет. Как было, так и есть. Вы знаете, я крайне редко здесь, в Рязани, нахожусь. Но город, в общем-то, заметно меняется. Вот я приезжаю, допустим, каждые три месяца, что какая-то новинка есть. Ключевое событие первого срока Ковалева – это, конечно же, лесные пожары, после которых лесная зона региона до сих пор не восстановилась. Бездействия губернатора до приезда Владимира Путина не вспомнить нельзя. Не обошлось и без скандалов с заместителями губернатора. Здесь же громкие аресты приближенных. Замгубернатор Андреева, главного архитектора Рязани Харибутовой, до сих пор не расследовано исчезновение гарантийного фонда. 78 миллионов рублей бюджетных денег из мастер-банка. К концу правления Ковалева обострилась проблема обманутых дольщиков. Один за другим в Рязани останавливаются строительные проекты. Счет уже идет на сотни семей. Профессиональный строитель Ковалев оставляет строительную сферу в пугающем состоянии. Взрыв в осеннем переулке. Просьба жильцов провести качественную экспертизу конструкции дома и распоряжение губернатора в короткие сроки восстановить дом и переселить жильцов обратно. Людей выгоняли из гостиницы временного проживания. В сфере ЖКХ вообще остается много вопросов. Тарифы в платежках растут. В 21 веке люди в Рязани продолжают жить в трущобах, а в отдельных домах по месяцу не могут решить вопрос с прорывом трубы в котельной. Многие дворы все чаще напоминают помойки местного значения. Выбросы в атмосферу токсичных веществ заводов регулярно превышают допустимую концентрацию. В непосредственной близости от города происходит незаконное захоронение химических отходов. Наша жизнь изменилась к худшему, в первую очередь. А во-вторых, в Рязани мало что сделано за это время. Фактически ничего. Вот дороги не чистят сегодня. У меня было ощущение, что как-то губернатор не наш. Вот все-таки маловато для города делается. Хотелось бы, чтобы дороги были получше и почище было бы. Коммунальные услуги у нас выросли. Улицы убираются плохо. В России вообще все улучшается. А присутствие Ковалева я что-то не почувствовал. В ЖКХ как был беспорядок, так и остается. И когда это наладится, неизвестно. То, что начали строиться огромное количество домов, это да. Но извиняюсь, у нас сейчас, вот буквально пару дней назад, здесь был митинг, где куча народа требовала, чтобы наши дома не построили. То есть просто обобрали народ. По детским садам, я просто сам сейчас юрист. У меня сейчас губернатор считывается, что вот в Рязанской области полностью ликвидирована очередь на детские сады. То, что все у нас замечательно, хорошо. Но вот у меня, например, 18 обращений лежит от людей с просьбой оказать содействие в получении места в детском саду в Рязани. То есть отчеты, конечно, хорошие сдавались. А по факту ничего хорошего я особо не заметил за эти 9 лет. Бесконтрольная застройка в Есенинских местах, Солочи, исторических местах города и области. В вопросах сохранения стоит как никогда остро. А на практике до сих пор происходит разбазаривание этих земель и использование не по назначению. Если вы хотите сказать, что губернатор плохой, вы так и говорите. Он мне не нравится. Ну что ж, я не рубль, чтобы всем нравиться. Не червонец, как говорится. Возможно, многих этих вопросов не было, если бы губернатор был более открыт к средствам массовой информации. Кстати, заявление о досрочном прекращении полномочий Ковалев сделал на заседании облправительства. Отстраненные от работы губернаторы трех других регионов собирали пресс-конференции. Но хочу, во-первых, поблагодарить всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы также ответственно и честно работали под руководством нового губернатора. И третье. Хочу всех вас заверить и в вашем лице все Рязанское общество, что где бы я в дальнейшем не работал, всегда буду помогать Рязанской области. Всем спасибо и всем работать. Тем не менее, накануне 13 февраля у здания правительства Рязанской области прошел одиночный пикет в поддержку губернатора Олега Ковалева. На плакате, который держит молодой человек, написано «Олег, не бросай Рязань». Вполне вероятно, акция носила ироничный характер. Через несколько часов после заявления Олега Ковалева об отставке, временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области, был назначен Николай Любимов. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Калужской области. Это его родной регион. По первому образованию Николай Любимов – учитель истории и социально-политических дисциплин. Далее получил специальность юриста. Движение по карьерной лестнице он начал в Департаменте экономики и промышленности Калужской области на должности главного специалиста правового отдела. Дослужился до начальника отдела инвестиций. Затем были другие руководящие должности, а в 2004 году Николай Любимов был назначен на пост министра экономического развития Калужской области. В 2007 году занял пост главы Калуги, проработал на этом месте три года. После чего и стал заместителем губернатора Калужской области. Также в сентябре прошлого года по списку партии «Единая Россия» прошел в Государственную Думу Российской Федерации. Неразрешенные проблемы у людей разные, а вот головная боль для определенной категории граждан остается неизменной. Обманутые дольщики, не введенные годами в эксплуатацию объекта, замороженное строительство. Люди непрерывно обращались к властям, однако изменений не дождались. Могут ли они сами что-то предпринять и выйти из мучительного положения? Об этом расскажет Марина Комиссарова. Количество обманутых дольщиков не уменьшается. Недостроенные объекты заставляют нервничать людей, вложивших свои деньги в надежде на скорое новоселье и годами ожидающих хотя бы каких-то сдвигов в строительстве своих желанных квартир. В последнее время дольщики пытаются зарегистрировать объекты незаконченного строительства, и закон дает им это право. Для чего это нужно делать? Возможно, такая ситуация, самая худшая, когда вы, отдавая деньги за ипотечный кредит, можете не получить данные квартиры, поскольку, возможно, будут какие-то долги перед пенсионным фондом, перед налоговой службой, перед другими различными структурами. И в соответствии с законом исполнительной производства, к сожалению, вы не стоите, в первую очередь, уважаемые пострадавшие дольщики. Поэтому я бы на вашем месте действительно первично зарегистрировал объект незавершенного строительства. Закон дает вам такое право, и в дальнейшем, в случае достройки дома, вы уже получите полноценный документ как собственность. Однако жалобы поступают к правозащитникам и от тех, кто уже использует свои квадратные метры. Непомерно высокие тарифы на услуги ЖКХ иногда повергают в шок. К слову, жительница Рыбного за 18 квадратных метров ежемесячно выплачивает 5000 рублей. И это вызвало у нее вопросы. Выяснение, почему это произошло, привело к тому, что поскольку в вашем доме не предусмотрены приборы учета различных ресурсов, вот вы по нормативам платите. Я бы хотел сказать, что, наверное, стоит внимание обратить на то, как формируются данные тарифы, и проверить их обоснованность прокуратуры Рыбновского района. Как разрешаться на болевшие проблемы, покажет время. А пока правозащитники советуют занимать активную позицию и не отмалчиваться, когда ваши права открыто ущемляют. 14 февраля известен всем как День влюбленных. Но сегодня на самом деле люди отмечают еще несколько праздников. Не менее, а может и более важных, чем День Святого Валентина. Как бы люди сейчас отправляли электронные валентинки, если не было бы компьютеров? А именно, 14 февраля, 71 год назад, научный мир увидел первый реально работающий электронный компьютер. Сегодня День компьютерщика, и о контрасте прошлого и настоящего в этой сфере расскажет Галина Ершова. Мощные, компактные, их удобно брать с собой. Сегодня компьютер помещается в тонкий корпус обычного телефона. А ведь меньше века назад все было иначе. Огромные, весом около 30 тонн, их охлаждали с помощью самолетных двигателей. Первую рабочую модель представили 14 февраля 1946 года. Этот день вошел в историю как День компьютерщика. Однако профессионалы готовы поспорить. Дело в том, что в 43 году англичане уже занимались автоматической дешифровкой сообщений. А в 41-м компьютер представила легендарная фирма IBM. Однако все это далеко от современных представлений. Ведь компьютеры того времени могли обрабатывать только 3000 операций в секунду. Современные аналоги опередили их в триллионы раз. Отличия были и во вводе информации. Вместо привычной клавиатуры использовали перфокарты. Я записывал программу на каком-то языке. Служба подготовки данных переводила эту информацию на перфокарты, перфоленты. Ну и сами мы понимаем, возникали проблемы. Для очень сложных задач приходилось эту информацию набирать по 2-3 раза. Потом на свет смотреть, сравнивать пробивочки, нет ли где лишних. И с помощью специального устройства перфокарта вводилась в компьютер. А вместо привычной распечатки информацию приходилось фотографировать на камеру. Затем уже придумали переносить ее на бумагу. На смену перфокартам пришли магнитные ленты. На одной бобине помещались десятки килобайт. А современная флешка содержит несколько гигабайт, что в сотни раз больше. Если здесь, чтобы информацию, которая хранится вот здесь, надо все ее перемотать. То есть это так называемый последовательный способ доступа, да? То здесь можно уже по-другому сделать. Подвести головку считывающую, сразу к какому-то месту высочить. У современной флешки память связана уже не с магнитным носителем, а с микросхемами. Сами же компьютеры настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы перестали их замечать. Ведь электронная машина – это не просто системный блок или ноутбук, которые стоят у вас дома или на работе. Это настоящий пульт управления и организации жизни. И если изначально он был придуман для использования в военных целях, то сегодня он сам стал оружием. Информация как раз и уже является сама стратегическим ресурсом. И взлом хакерами, так сказать, этого стратегического ресурса сейчас наносит больше вред, чем любое другое оружие. И уже этот вред можно, так сказать, соизмерять с вредом, со взрывом атомной войны. Однако компьютер не только разрушает, но и созидает. Программисты и ученые создают на его основе настоящий искусственный интеллект, помогающий человеку принимать решения, например, при постановке медицинского диагноза. Если любой хороший врач для постановки диагноза использует, ну, максимум три показателя каких-то, да, параметра, там, давление, там, температура или что-то еще, идет подсказка так называемой системы поддержки принятия решений. Система советует, что вот посмотри вот это, вот это, вот это. Удивительное устройство, которое сегодня помещается на нашей ладони, дает доступ к неограниченным возможностям, помогает творить и улучшать качество жизни. Однако каждый сам решает, использовать новые технологии во вред или во благо. Следующий добрый праздник можно отнести к чувственной сфере человеческого бытия. Все люди, читающие книги, переживают эмоции, плачут, смеются. Многие включают при чтении и логику, учатся благодаря изданиям. Так вот именно сегодня этот незаменимый атрибут развития человека принято одарить друг другу. Так сложилось, что изначально праздник имел отношение именно к детским книгам. Американка из Миннесоты Эми Бродмор создала сайт под названием «Восхитительные детские книги», где организовала акцию по сбору и дарению книг для юного поколения. Все это случилось в 2012 году. Вообще считается, что идею подсказал ее маленький сын, который спросил мама, почему нет такого дня, когда люди дарят друг другу книги. Как видите, не все открытия совершены еще в этом мире. Есть к чему стремиться. И пожелания маленьких детей приводят к большим праздникам и различным изобретениям. Сейчас более 30 стран, включая Россию, принимают участие в этом празднике. В Рязанской областной детской библиотеке до 15 февраля включительно принимаются книги для детского отделения 11-й городской больницы и для сельской библиотеки Ухловского района. По мнению самих библиотекарей, лучше классического жанра в этом случае ничего нет. Если говорить о маленьких детях, то, наверное, сказки всякие разные, народные, авторские, современные. Потому что через сказку, наверное, мы в большей степени можем донести любовь и замечательную идею о том, что добро побеждает зло. Сегодня же, именно в день праздника, в библиотеке люди обменивались книгами. Приносили на стойку буккроссинга свою прочитанную и забирали себе понравившуюся. Все это движение в библиотеках и в интернете поддерживается для напоминания о ценности бумажной книги в век технологий. А также для того, чтобы читать могли дети, у которых нет этой возможности. Из-за дороговизны книг, отдаленности проживания или позиции родителей, которые не стремятся создавать дома свою библиотеку. Еще один сегодняшний праздник пришел из виртуального мира. 12 лет назад был создан сайт YouTube. Грандиозное хранилище видеоматериала, место для общения, продвижения и развития своих проектов. Все это возможно на этом сайте. В честь праздника редакция нашего телеканала решила выложить на YouTube те моменты съемок наших программ и сюжетов, которые остались за кадром. Бытовые проблемы, научные открытия, политические страсти и культурные мероприятия. От объектива журналистов нашего телеканала скрыться невозможно. Но мало кто знает, что на самом деле творится по ту сторону экрана. И на что приходится решаться ради удачных кадров. О, спасибо. Какой вы тоже симпатичный. Мне нравится с вами. Насколько я знаю, рисовать можно как в плоскости. Так объемная. Какая плоскость? Я не то сказала. Это все новости прошедшего дня. Что случилось? Страшно. В полный рост давай. А то не возьмет меня в машину. Пока мама с дочкой выписывают. Изящный. Не совсем изящный. Пишем? Пишем. Эти дубли – часть профессии. Ведь чтобы делать по-настоящему хорошо, нужно экспериментировать, повторять и оттачивать свое мастерство. Мы любим своих зрителей и стараемся не только полно преподносить информацию, но и доставлять ее в удобном для вас формате. Поэтому все выпуски новостей, самые яркие сюжеты и многочисленные тематические программы вы можете посмотреть в любое время на нашем YouTube-канале. Советы по здоровому образу жизни, интересные люди, меняющие регион к лучшему, история городов и имений, российская классика и криминальные хроники. Только самое актуальное для Рязани в материалах журналистов телеканала «Город». И напоследок хотелось бы добавить, что праздники остаются праздниками. А вот способы их проведения люди стараются менять и делать все более интересными. День риэлтора в этот раз в Рязани отметили в игровом формате. Свой профессиональный праздник риэлторы нашего региона отмечают уже в течение 20 лет. Встречаться в этот день, обмениваться опытом, узнавать новую полезную информацию для представителей ведущих агентств недвижимости Рязани стало уже доброй традицией, которую активно поддерживает Рязанская палата недвижимости. На сегодняшний день эта организация объединяет 30 агентств недвижимости нашего города. А ее главной целью является создание условий для наиболее эффективной работы рязанских риэлторов. Немаловажно, что в палату недвижимости входит только сертифицированное агентство, чьи сотрудники прошли специальное обучение и подписали кодекс этики, соблюдение которого принято Российской гильдии риэлторов. Все они имеют удостоверение нового образца. Часто задают вопросы, зачем все-таки нужна палата, в принципе, агентств, зачем она существует, что она дает. Вот для меня этот вопрос очевиден. Первое. Рязанская палата недвижимость – это все-таки такая некая информационная площадка, где мы все риэлторы собираемся, общаемся, обсуждаем свои насущные проблемы, общаются директора, делимся опытом и так далее и тому подобное. Естественно, также у всех членов Рязанской палаты есть какие-то определенные преференции. Где-то это снижение процентной ставки по ипотеке у каких-то банков, партнера, где-то это хорошее отношение с застройщиком, соответственно, и можно купить квартиру по более привлекательной цене. Рязанская палата недвижимости уделяет огромное внимание развитию и обучению риэлторов. Именно поэтому в этом году профессиональный праздник было решено провести в новом игровом формате. В развлекательном центре Окска «Жемчужина» в течение двух дней более 250 участников получили бесценный опыт в ходе деловой игры «Фабрика Роста». Для начала под руководством авторов этой игры, приехавших специально из Ростова-на-Дону, участники подняли друг другу настроение, раскрепостились, почувствовали себя настоящей сплоченной, причем в прямом смысле этого слова, командой. Ну а затем им предстояло отработать все этапы развития агентства недвижимости, начиная с момента его основания. Жить хорошо, а свои партии лучше! Риэлторы, банки, клиенты, застройщики, страховые и оценочные компании. В этой игре все, как в реальной жизни. Главная цель – найти лучшие условия для своего клиента и заключить наиболее выгодный контракт, решив получаемые от ведущих задания, так называемые кейсы. Сегодня будет очень интересный кейс, это коллективные переговоры с застройщиком и контрактация 10 агентств, кого в итоге выберет застройщик, с кем он заключит договор и какие проценты он будет платить. Ну такая история из жизни, потому что сейчас первичный рынок на подъеме, риэлторы все мечтают сотрудничать с застройщиками, и вот мы будем играть вживую в такую историю. Команды получали не только вознаграждение за успешные сделки, но и штрафы, например, за отсутствие улыбки. Ведь, как утверждают создатели игры, улыбка – это один из важнейших ресурсов риэлтора, которым он обязательно должен пользоваться. Нужно сказать, участники старались изо всех сил, понимая всю важность подобного тренинга. То, что сейчас происходит за столами, это те самые ситуации, которые у нас происходят с клиентами в реальной жизни. И на сегодняшний день есть возможность у агентов, пообщавшись между собой, в игровой форме какие-то ситуации отработать, что-то получить новое, обменяться опытом. Поэтому, конечно, это очень важно. Победителем данной игры становится тот, кто сумел заключить наиболее выгодный контракт. Также выбирались победители в номинациях «Лучший переговорщик» и «Лучший руководитель». Но, как бы банально это ни звучало, главное для собравшихся на этой игре было участие и опыт, который каждый из них смог здесь получить. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин